Девушки отдыхают Кантуриум Саров, Екатерина Никулина Екатерина, первый вопрос, который возникает, когда что-то придумали с нуля. А зачем вообще это было делать? Ну, во-первых, в нашей стране сейчас очень большое значение уделяется развитию системы дополнительного образования. Ребята в рамках национального проекта образования «Успех каждого ребенка» получают большие возможности для самореализации не только в рамках образовательной программы школы, но и в рамках дополнительных каких-то занятий. Кантуриум — это федеральный проект, который был разработан фондом развития новых форм образования для того, чтобы по стране поднять уровень технического образования дополнительного для детей в целом. Таким образом государство решает проблемы инженерно-технических кадров, потому что она действительно существует на сегодняшний день. Наши заводы, которые существуют в нашей стране, имеют определенный кадровый голод, идет очень серьезная утечка кадров за рубеж, и эту серьезную, злободневную такую проблему для Российской Федерации было решено решать с нуля, начиная с самого младшего возраста. У нас есть предквантумы, это для детей 4-5 лет. Ясельки такие. Да, ясли, инженерные ясли, как сейчас принято модно говорить. Но акванториум — это та среда, где наши ребята со школьной скамьи в доп. образовании получат возможности, чтобы потом стать теми самыми кадрами инженерных технических специальностей для градообразующих предприятий и для иных предприятий технических нашей страны. Кантурианцы. Ну да, здесь действительно есть целая философия. Их так и называют кванторианцы. А это ребята, которые обучаются в детских технопарках Кванториум по всей стране. На сегодняшний день их 89. Наш, который откроется, будет 90-м по счету. Надеемся, эта цифра принесет нам успех. Ты уже сказала, что это модульный проект. То есть он собирается из нескольких образовательных программ. Какие из них доступны в Сарове? Когда принималось решение, какие квантумы открыть в Сарове, квантум, да, это вот тот самый образовательный модуль, то самое направление образовательной деятельности для наших ребят, мы решали это совместно с организациями, индустриальными партнерами. Наши индустриальные партнеры, госкорпорации «Росатом», «Рофиацвнеев». И, конечно же, все квантумы, которые было решено открыть именно в Сарове, в технопарке Саров, они связаны с техническими отраслями. Соответственно, это какие квантумы? IT — это информационная технология, это моделирование с помощью различных программ, 3D-дизайн и создание всевозможных проектов с помощью компьютерных технологий. Это гео-квантум, здесь у нас аэрофотосъемка, работа с GPS-глоназ, работа с ландшафтным дизайном, проектированием местности. Data Quantum — это очень перспективное направление, преодоление, работа с информационными ресурсами, пространством, гиперпространством интернет и борьба с преступлениями в сети интернет, киберпреступлениями. Говорят, что в топ профессий, которые будут через 30 лет, войдет профессия дата-следователь. И уже сейчас понятно, что очень много профессий в интернете, очень много преступлений совершается в интернете и очень много профессий новых возникает для того, чтобы бороться и изучать, в первую очередь, интернет как киберпространство. Вот Data Quantum — это ребята будут именно этим заниматься, изучать базы данных, информационные технологии различные и работать с большими информационными ресурсами. Это третий Quantum, который у нас будет. VRAR Quantum — это квантум виртуальной реальности и дополненной реальности. Индустриальным партнером в других городах выступают корпорации, государственные предприятия, для которых ребята реально создают посредством виртуальной реальности программирования, рабочие ролики. Как пример рабочего проекта могу привести в одном из кванториумов в России индустриальный партнер «Сбербанк». И дети создали реальные ролики о том, какие возможности, например, ипотеки или иных каких-то средств может давать их индустриальный партнер. И когда вы приходите в «Сбербанк», вы не приходите к менеджеру конкретному, да, Елене, и там не садитесь напротив, не спрашиваете у нее все, что вам нужно, а вы в удобное кресло садитесь, надеваете шлем, и генеральный директор, пау, «Сбербанк» рассказывает вам сам и проводит вас по всем коридорам, заводит в кабинеты, и там вас консультирует по разным вопросам. Пятый квантум — это хай-тек. Хай-тек — это сердце кванториума, это та мастерская, где ребята работают руками, это та мастерская, где стоит самая большая часть оборудования, и там находятся высокоточные лазерные станки, граверы, станок с ЧПУ, лазерные принтеры, всевозможные инструменты. Я здесь не сильна, чтобы перечислять, это просто нужно будет прийти и посмотреть один раз своими глазами. Это то место, где ребята свои идеи визуализируют и воплощают в реальность руками. Самое интересное, что хай-тек доступен не только обучающимся, только хай-тека, как квантума, но и всем остальным ребятам. То есть если на VR ребята делают собственные очки, например, у них есть такой проект, они изготавливают для 3D-видения свои очки с помощью линз, картона моделируют, им нужно что-то вырезать, им нужно что-то на станке из картона, из гофрокартона или из каких-то иных материалов. Они могут пользоваться всем оборудованием хай-тека. Ну и крайний квантум, о котором нужно рассказать, это промо-робоквантум. У нас очень сильная команда ребят и очень сильные ребята по робототехнике в Сарове. Они у нас звезды фестивалей Робофест, они у нас члены команд по соревнованиям международным. И мы очень рады, что именно такой робо-квантум открывается на базе нашего детского технопарка, и у ребят появится возможность развивать свои компетенции и в этом направлении. У нас будет стоять промышленный робот Кука, он будет пока единственным в регионе на базе нашего технопарка. Робот-промышленный манипулятор, очень интересный, умный, обладающий искусственным интеллектом, большой. А что он делать-то может? Он может местами менять предметы. Но сейчас, знаете, какой-то разговор такой, я не наставник робо-квантума, мы вас приглашаем, Константин. Но ты же видела, как он работает, что-то делает. Да, он умеет отличать цвета, он может передвигать, ну, манипулятор, то есть он манипулирует, у него есть большая такая... Это просто рука или прям такой робот? Рука, 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 нет, он не андроид, то есть он не человекоподобный, он именно такой хватай, хватает, вот, и он берет, переставляет различные предметы, вычленяет те нужные по материалу, по цвету, по фактуре, по еще каким-то различным качествам. Таким образом он имитирует производственные процессы. Ну, вот как машины собирают роботы, манипуляторы автомобиля, например. А программируют его сами ребята. А программируют его дети. То есть это промышленный робот, на котором они могут научиться. Именно вот эти вот все конвейеры производственные на индустриальных предприятиях, они основаны примерно на такой же стратегии работы. А можно его научить чай заваривать в пакете, взять там кипяточку на лицах, кинуть? Да, да, я думаю, что можно. Но это к нашим наставникам вопрос, потому что все-таки мои технические компетенции в этом вопросе оставляют желать лучшего. Я видела это вдохновляющее зрелище. Это очень интересно, как он работает. Наши ребята пять дней учились пользоваться этим роботом. И, скорее всего, я не все его возможности сейчас перечислила. И очень много информации о нем есть в интернете. Можно посмотреть самостоятельно. Ну и, конечно, ребят приглашаем, чтобы приходили сами. Как это сделать? Мы всю информацию выкладываем в нашей группе ВКонтакте детский технопарк Ванториум Саров. На сайте у нас есть сайт кванториум52.ру. На нем есть информация про все нижегородские кванториумы Нижегородской области. И в том числе есть вкладка отдельно Кванториум Саров. Там тоже вся актуальная информация. Там есть сотовые телефоны, контактные, по которым можно позвонить. Подать заявление. Можно, приехав в детский технопарк. Это технопарк Саров. Офис 30.05. Написать заявление, приложить копию основного документа ребенка, и он таким образом будет зачислен на образовательный модуль, тот, на который выберет. Конкурса никакого нет. Это такой особый процесс, потому что... Это не лицей, не гимназий. Да, мы не выделяем ребят. У нас абсолютно все равны. И последнего... У нас 800 мест. И вот последнего мы отрезаем по последнему поданному заявлению. То есть пока места есть. Мы очень рады ребятам. Хотим, чтобы они к нам все приходили. Очень ждем кванторианцев. Готовы им помочь определиться с модулями, с направлениями. Сама фишка того, что образовательный процесс необычный в кванториуме. То есть ребенок... Первый модуль, он 72 часа, как правило. И ребенок может пройти сначала один, потом второй, потом третий. То есть он, например, пришел на робо-квантум, понял, что, ну вот, не его. Перешел на дата-квантум, попробовал в этом себя. Если не понравилось, он может за год пройти 3-4 квантума и определиться с тем направлением, которое ему действительно по душе. Они все близки друг к другу, они все научные, все инженерно-технической направленности. Это отвечает веяниям современного мира, когда ребенку сложно определиться, когда есть клиповое мышление, когда есть много картинок вокруг, когда есть многозадачность. И он должен суметь для себя найти именно то направление, которое в жизни ему пригодится, которое поможет ему стать профессионалом. И у него есть классная возможность поучиться на 5-6 вводных модулей, погрузиться, чуть-чуть окунуться, что такое IT, что такое VR, что такое гео, пустить квадрокоптер, создать свой первый какой-то VR-тур и найти действительно то направление, которое ему по душе. И для этого созданы все возможности. Контактный зоопарк. Только там вместо шиншиллы-хорьков можно потискать принтеры, квадрокоптеры, шлемы. То есть такие есть устройства, которые обычному человеку недоступны. Тут хотя бы ребята получат к ним доступ. Ну да, у нас очень широкие инфраструктурные листы. Оборудование действительно серьезное. И наставники проходят обучение на этом оборудовании тоже очень серьезное. И ребята будут... Здесь такая тоже особенность образовательного процесса нашего кванторианского, что все в открытом доступе, и дети имеют доступ ко всему оборудованию, которое есть у нас. Екатерина, давай поставим точку в вопросе, который вызывает сомнение у людей. Где проходят занятия? И стоит ли ждать появления кванториума в пределах Сорова? Этот вопрос действительно нам задают очень многие родители. Почему вы открылись в технопарке Сатис? Очень сложно преодолеть контур, отвезти ребенка. Мы отвечаем на этот вопрос следующим образом. Проект кванториум рассчитан не только на ребят, которые живут в городе Саров, но и на ребят, которые живут в окрестных селах, деревнях и районах. Это Вознесенский, Первомайский, Ордатовский, Дивеевский, Сатиский, Елизарева с нами, Мухтолова, Жигалова. Заявляются оттуда? Именно поэтому Глеб Сергеевич Никитин, господин губернатор, принял решение выносить кванториум, то есть не ориентировать его только на саровских школьников, а выносить его за пределы города Сарова, чтобы таким образом достичь вот этих смелых целей кванториума, что сделать образование доступным для всех ребят. Мы считаем, что колючая проволока, город Саров, она не будет являться сильным препятствием, потому что родители, которые желают до лучшего образования своему ребенку, смогут, наверное, организовать процесс доставки. Мы работаем очень серьезно сейчас с транспортными компаниями города, с нашими партнерами, с администрацией города, с индустриальными партнерами, чтобы наладить организованный трансфер детей через КПП до кванториума и обратно в сопровождении наших наставников. Но, сам понимаешь, Костя, эта работа очень сложная, и мы думаем, что это не быстро получится, поэтому на первый месяц после открытия, конечно, делаем ставку в первую очередь на родителей, которые сами привезут и увезут ребят на занятия. Учебный процесс будет во второй половине дня. Ребята, которым есть 14 лет, они проходят КПП самостоятельно. Рейсовый автобус мы думаем пустить от КПП до технопарка, но это пока еще, опять же, такой неотработанный момент. И говорить о том, что вот да, с 10 января у нас пойдут эти автобусы, мы не можем. Это вопрос желания. Если оно есть, то возможности люди найдут. Да, да, да. Возможности всегда можно найти, в конце концов, родительским сообществом объединиться как-то. Есть модели Кванториума. То есть Кванториум — это такой проект, который тиражируется по стране. Во многих городах страны есть такие детские технопарки. Ну как ФОК, придумали и запилили по всей области. Да, 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 совершенно верно. То есть тиражируются технологии, тиражируются модели обучения наставников, тиражируются сами квантумы, но их можно придумывать новые. И есть модели создания центров Кванториума. То есть есть модель стандарт, это как у нас. То есть там определенная площадь должна быть, большая, достаточно. У нас площадь будет квадратный километр нашего детского центра на шесть квантумов. А у каждого квантума свой? Своя площадь определенная, да. Это новое образовательное пространство, его тоже проектируют. Оно не похоже на общепринятое, на школьное. А на что похоже? Ну, это скорее open space. То есть открытое пространство, минимум перегородок, возможность ходить, возможность присесть там, где тебе захотелось, возможность взять свое рабочее место и передвинуть его в другой конец класса, если тебе так захотелось. То есть это, ну, немножечко другой подход, нестандартный. Мы будем обязательно организовывать экскурсии в наш Кванториум, и все, кто захотят посмотреть на это своими глазами, посмотрят. А как ты думаешь, дети вот без дисциплины в таких условиях сами способны самоорганизоваться? Ты знаешь, мы... Я сейчас расскажу про модель стандарт и отвечу на этот вопрос. У нас будет стандарт. Есть еще Кванториум мини и детский кабинет технологии Кванториум. Это три единственные возможных способа существования Кванториума, как проекта. Распределенной модели быть не может. То есть мы, к сожалению, поставлены в такие условия, что мы не можем один Квантум взять, например, и вынести ближе к Саровчанам на те площадки, которые есть в городе, в Контуре. Вот этот вопрос таким образом решить мы не можем. Это противоречит идее, да? Да, это противоречит идее. Потому что мы лишим этой возможности ребят, которые из других сел. Во-первых, которые из села. Во-вторых, если мы выносим один Квантум на другую площадку в городе Саров, ребят, которые обучаются в этом Квантуме, они просто не смогут иметь доступа к тому оборудованию, К мастерской. Да, которое есть у нас на основной площадке. Ее в принципе не может быть этой распределенной модели. То есть все Квантумы должны быть в одном месте, и это должно быть единое образовательное пространство. Теперь отвечаю на вопрос по поводу самодисциплины. Недавно мы в Саров привозили мобильный кванториум. Я там тоже работаю. Посмотрела на ребят, как они организуют учебный процесс. Очень благодарны нашим коллегам, союзникам, Дворцу детского творчества, Департаменту образования за то, что предоставили нам такую возможность площадки. Мы размещались у них в течение шести недель. Кстати, вот в ближайшее время у нас закрытие, торжественная церемония закрытия мобильного кванториума. Ребята уже первые проекты свои организовали. И тоже у нас было очень много вопросов, потому что проект, ну, он только-только начинается, да, только-только вот первые вот эти мобилки, мы их так называем, поехали по стране. И мы думали, как вот рабочий процесс. Наши наставники, они не педагоги в классическом понимании, да, у них нет вот этих вот классических технологий, педвуза за спиной. Они инженеры, они студенты с ОРФТИ. Носители компетенций. Да, 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 они носители компетенций. То есть они работают в кванториуме, делают примерно то же, что и на работе, только с детьми, передавая им свой опыт. И мы тоже думали, что страшно, как вот можно организовать детей, вот эту вот шумную гвардию детей в нестандартном пространстве, да, в нестандартных кабинетах, которые будут у нас в стационаре, с нестандартными наставниками, которые, ну, не могут там цикнуть, чикнуть иногда, не могут, не обладают педагогическими какими-то талантами, да, и там возрастную особенность, может быть, не всегда учтут. Но мы посмотрели по мобильному кванториуму, что этот процесс близок к идеальному. Современный ребенок, он настолько, ему настолько хочется общения на равных со взрослым. То есть классический, ну, я как вот педагог, да, как человек, который имеет педагогические образования, я могу сказать, что в классическом понимании педагог, он дистанцирован, он визави, он напротив ребенка. А здесь в кванториуме он, во-первых, не называется педагогом, он называется у нас наставником, он встает вот вместе с детьми в одну команду. И это другой подход, и у него другой результат. То есть он не лучше, не хуже, он просто другой. Оценок не ставит он. Он не ставит оценок, у него вообще безоценочная деятельность. Он помогает ребятам раскрыть свой талант. То есть кто-то сидит, делает презентацию, кто-то умеет хорошо выступать на сцене, кого-то надо похвалить за то, что в принципе ровно вырезал квадрат. И это здорово, для всех детей есть какая-то ситуация самореализации. Может быть, и замечательно, что наши ребята, которые наставниками работают, не имеют вот этого вот большого педагогического опыта за спиной. Он не мешает им смело мыслить, да, реализовывать вот эти смелые идеи, креативные свои. И помогать детям. Катя, вот смотри, вот парень к вам пришел, или девчонка, я так понимаю, без разницы, отзанимался, прошел курс, и чего дальше? Он просто уходит? Нет, смотрите, у нас образование идет модульное, да, как я уже объясняла. Первый модуль, он вводный, такой погружаемый. То есть ребенок смотрит, нравится. Ага, я хочу задержаться в этом модуле. Следующий идет базовый модуль. Он намного шире, он показывает все возможности квантума. То есть там уже присоединяются к этому модулю еще допы наши. У нас в каждый модуль еще входят обязательно шахматы. То есть ребенка, ну шахматы, они вообще способствуют техническому творчеству, развитию мозга, развитию креативного мышления, развитию инженерной мысли. Логику прокачать. Логику прокачать, совершенно верно. У нас будет наставник, и шахматы у нас будут не простые, а кванты шахматы. То есть это, опять же, новые технологии, да, совершенно верно. Будут и в классическом понимании фигуру переставлять, но будут и с помощью специальных интерактивных досок. Это надо, опять же, все видеть своими глазами. Шахматные гостиные такие. То есть будет человек играть с детьми в шахматы. Плюс английский обязательно. Ну так как ребенок должен уметь прочитать инструкцию на английском, должен знать какие-то элементарные базовые вещи в рамках своего квантума, потому что, ну, вы видите, да, что у нас сейчас проникает язык, когда мы говорим даже, да, о современных направлениях технических, VR, AR и хай-тек, это все англицизм и заимствование. Ребенок должен понимать вообще, да, о чем мы с ним говорим. То есть английский добавляется, обязательно добавляется математика, так как все инженерные специальности, да, должны в первую очередь базироваться, да, на царице наук на нашей, и этот модуль базовый, второй, да, который ребенок проходит, он длиннее значительно, от 144 часов до 244 часов и дальше. А одно занятие сколько длится? Мы сейчас делаем ставку на полтора, то есть академических часа, то есть два занятия по 45 минут с перерывом, два раза в неделю. Вот, соответственно, вот второй модуль, и дальше третий модуль, он вообще не имеет границ, это наш продвинутый модуль, до него доходят ребята очень увлеченные, те самые звездочки, те самые ребята, которые достигли результатов и уже становятся помощниками наставников. Извини, там тоже нет отбора, это исключительно желание ребенка. Исключительно желание. Если он захотел остаться, он остается. Конечно, да, да, то есть совершенно не обязательно обладать для этого какими-то суперталантами, просто достаточно иметь желание работать в этом направлении. Вот, и они уже работают в микрогруппах по три ребенка на одного наставника, то есть там идет индивидуальная работа, это вот последний крайний модуль, там идет мощная проектная деятельность, ну и, как правило, продвинутый модуль выходит на все соревнования, на все кванториады. Но у нас, на самом деле, есть перечень обязательных соревнований, в которых наши ребята будут принимать участие. Они ездят по стране, обязательно участвуют в базовых соревнованиях кванториумов по всей стране, то есть они соревнуются по квантумам. Обязательно есть участие в олимпиадах технического цикла. И целый перечень, не буду сейчас рассказывать, углубляться, да, целый перечень, где наши ребятки, неважно, какие у них проекты, суперсильные, обычные, средние, или даже первый раз он выйдет на этом конкурсе на сцену, это для нас имеет значение только лишь для того, чтобы развить вот этого конкретного ребенка. И знаете, что самое интересное, что в этих конкурсах, олимпиадах очень редко бывают вот такие абсолютные победители. Как правило, у нас все ребята, все победители. Ну, на мой взгляд, это очень здорово, это востребовано, дать каждому ребенку возможность социализации и самореализации. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с руководителем проекта Анатолиум Саров, Екатерина Никулиной. Екатерина, большое спасибо, что согласилась прийти. Всего хорошего, успехов. Всего доброго. Благодарю за приглашение. Всех поздравляю с наступающим Новым годом.